Приветствую вас, уважаемые родители. Мы продолжаем разговор о мелкой моторике. И сегодня мы поговорим о развитии мелкой моторики у детей более старших. Вы мне скажете, ну как? Дети уже много умеют руками. Где-то уже годом мы сейчас говорим, с года до трёх. Вот он уже как бы хорошо всё делает. Он говорит, слава богу, если делает, а если не делает, ну скажем, особо страшного, может быть, и ничего нет, но нужно заниматься. И даже если он делает, заниматься всё равно нужно. И мы с вами, если помните, говорили зачем. Не только улучшается речь, но и внимание, и память, и многие другие эмоциональные такие вот формы развития ребёнка, они завязаны на мелкую моторику. Ребёнок спокойный ребёнок, усидчивый ребёнок, обладает очень хорошей памятью, очень хорошим восприятием окружающей среды, если его руки работают, скажем, да, в унисон с глазами и со всем телом. Итак, к первому году жизни, что должен ребёнок делать, и что он любит, и так далее. Значит, ну он берёт практически все предметы пальцами и ладонью, вот. Кроме того, он любит заниматься, скажем, он любит бросать, и вот не надо его в этом ограничивать, это тоже развитие. Бросать, сталкивать предметы, если вот вы чувствуете, что ему это интересно, старайтесь подобрать такие игрушки, которые как бы можно было вот там бросать, сталкивать без ущерба для игрушек, для ребёнка, вот, чтобы у него была возможность, ну и, соответственно, чтобы его это интересовало, потому что должны производить какие-то звуки, какие-то, то есть, интерес должен быть, ему должно быть это интересно, если вы занимаетесь одним и тем же делом, которое вас не развлекает, вам это очень быстро надоест, и вы не захотите этим заниматься. У ребёнка точно так же, поэтому нужно давать ему такую возможность. Значит, он любит что-то писать, рисовать, вот, собирает какие-то большие кубики, вот, надо дать ему возможность начать ставить там два-три предмета друг на друга, рядом друг с другом, чтобы они стыковались, чтобы они создавали какую-то форму, или, может быть, меняли какие-то краски, вот в этот период ребёнок начинает различать цвета, и игрушки должны быть красочные, причём не оттенки, а именно цвета. Красный, синий, чёрный, белый, жёлтый, зелёный, то есть, они должны быть яркие. Ну что он воспринимает, и он, ему это интересно, его это развивает. Значит, в этом возрасте ребёнка тянет всё открыть, везде залезть, всё посмотреть, и опять же, надо давать ему такую возможность, ну, чтобы не было ущерба, нужно что-то отвинчивать, нужно научить открывать, если не получается, то нужно постараться очень ненавязчиво помочь, чтобы ребёнок чувствовал, что он справляется с решением задачи. Это очень хороший стимул, добиться, как бы помочь ребёнку добиться его цели. Это формирует личность, на самом деле характер. Вот, как бы странно это ни прозвучало, личность ребёнка, вернее, ребёнок – это личность практически с рождения. Поэтому, если ребёнок, скажем, пытается что-то открыть, у него не получается, потому что тяжело, чуть-чуть ненавязчиво приоткройте, но не открывайте сами, дайте ему возможность добиться того, что он хочет. Это не только стимул мелкой моторики, но, ещё раз повторю, формирование характера и личности ребёнка. Поверьте, что со временем вы оцените ваш труд именно за счёт того, что будете наслаждаться характером и качествами вашего взрослого ребёнка, потому что вы его сформировали вот в этом возрасте. Это всё формируется тогда. Значит, если ребёнок по каким-то причинам освоил не все действия, что-то у него не получается, вот, ну, по большому счёту, хвататься за голову, может быть, и не стоит так посыпать голову пеплом, но нужно уделять просто больше внимания, нужно учить ребёнка осваивать эти навыки. И чем больше вы будете уделять ему времени, именно вот в плане мелкой моторики, тем благополучнее будет результат, даже с точки зрения, если ваш ребёнок, ну, скажем, не совсем обычный и имеет какие-то определённые задержки, или отставания в развитии, они быстрее будут нивелироваться, быстрее будет реализовываться. Значит, какие ещё элементы, какие ещё моменты можно добавить вот в период с года до трёх? Значит, вот я сейчас просто перечислю без глубокого анализа, и вы посмотрите, подумайте, что можно вашему ребёнку, что сложно, вот, и так далее. Но, в принципе, направление я вам сейчас задам. Смотрите, с года до трёх расстёгивание и застёгивание пугивиц. Особенно застёгивание. Растёгивание может быть тяжеловато, а вот застёгивание, да. Узлы, приучайте его завязывать и развязывать узлы сначала, ну, совсем не тугие, просто элементарные. Там ниточки, да, за которые можно дёрнуть, и узел развяжется, особенно если это даст возможность что-то открыть, да, допустим, там, коробку с какими-то интересными или вкусными вещами. Завяжите на слабенький узелок, ленточкой, да, чтобы ребёнок мог потянуть, коробочка развяжется, ленточка развяжется, коробка откроется, он получит вот какой-то там сюрприз. Будет очень интересно. В следующий раз узел может быть немножко сложнее и так далее. То есть это позволит ему более активно вот работать пальцами. Переливание воды. Купание можно использовать как очень хороший тренинг. Ну, вот вначале я вам говорил, выжимание воды из губки, помните? Кроме того, поставьте две ёмкости, одну более узкую, другую более широкую, и дайте возможность ребёнку переливать воду туда-сюда. На самом деле это будет очень интересно и, с одной стороны, и очень полезно, с другой стороны. Доставание игрушек из ёмкости, допустим, из воды, когда вы просите ребёнка, ему интересно достать и переложить куда-то эту игрушку или вылить из неё воду, если она наполняется и так далее. То есть вот найти игрушку, скажем, в воде или в каком-то предмете, который в воде в глубине, ну, так, чтобы он не утонул, конечно, чтобы он мог поискать в воде, осуществлять активное движение. Для этого может использоваться ванну. Если есть возможность, вы посещаете какой-то бассейн неглубокий, то это можно использовать там и так далее. Значит, следующий возраст, где-то до старше трёх лет, там можно использовать уже предметы, связанные с изображением животных, уже можно их как-то переставлять, как-то перекладывать. Животные там цветы, предметы какие-то, рисунки и так далее. У детей 4-5 лет уже можно подключать определённые более сложные упражнения на координацию. Здесь можно использовать уже такие приёмы, как лепка, рисование и так далее. Вот я вам сейчас подскажу интересный способ рисования, который очень хорошо осуществляет развитие мелкой моторики. Вы привыкли, что ребёнку для рисования нужно дать, скажем, карандаш, кисточки, краски и так далее. А вот теперь попробуйте давать ему краски, но не давать кисточки. Пусть он рисует пальцем. Неважно, не жалейте одежду, пусть он пачкается, но пальцами, рукой, кистью пусть он рисует. Поверьте мне, что это, во-первых, голосальное удовольствие для ребёнка, а потом он же пальцем не будет ставить просто клякс, хотя это тоже хорошо, а он будет пальцами создавать какие-то свои линии, какие-то свои узоры, какой-то свой мир. И, с одной стороны, это привлечёт развитие именно эстетических каких-то навыков, а с другой стороны, это развитие мелкой моторики, когда пальцы будут осуществлять достаточно определённые движения, требующие определённых усилий. В более старшем возрасте, уже ближе к школе, к 6-7 годам, здесь очень важно, чтобы ребёнок умел осуществлять движения, направленные на обслуживание самого себя, а именно приучать, скажем, к движению зубной щётки, чистить зубы, полоскать рот после приёма пищи, завязывать ботинки, одевать их, одевать носки, скажем, да, застёгивать пуговицы там на рубашке, на кофточке, и расстёгивать их, и так далее. То есть, вот эти вот определённые гигиенические навыки, они, с одной стороны, позволяют ребёнку обслуживать самого себя, а с другой стороны, это элементы развития мелкой моторики, потому что они все осуществляются определённым ритуальным такими движениями, и большинство из этих движений задействованы пальцы рук и кисти. Поэтому это очень важно, если говорить, что вот там ребёнок, там, 6, скажем, лет что-то не умеет делать, вот, и не хочет этого делать, значит, нужно очень постепенно, ненавязчиво постараясь его заинтересовать, вот, приучать его к этим движениям, ни в коем случае не осуществляя насилия, немножечко терпения и немножечко родительской выдумки, чтобы ребёнку было это интересно, может быть, в виде игры, может быть, в виде сказки, может быть, в виде, там, не знаю, там, каких-то подготовки к полёту в космос, или к путешествию, там, в какой-то сказочный мир, не важно, это ваша фантазия, что вы придумаете, но к этому вы приходите, и ребёнок очень быстро начинает ориентироваться в этом, я же считаю, движения. И на следующем нашей встрече я расскажу вам дальше, и дальше мы освоим приёмы движения, которые вы будете делать ребёнку для осуществления вот этих навыков. А пока мы с вами прощаемся, всего доброго, до новых встреч, берегите себя.